Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. У меня в руках телефон от компании Meizu. Он называется Meizu V8, но точно такой же телефон продается как Meizu M8 Lite, чтобы вы не путались. Поэтому я обзор назову как именно в России продается под индексом M8 Lite, а в Китае продается под версией V8. Они абсолютно одинаковые, больше отличий нет. Есть еще версия V8 Pro, либо обычный M8. Я надеюсь вас не запутал. Просто там будет уже в старшем, более дорогом телефоне памяти не 3.32, как здесь, а 4.64. Процессор будет лучше, сдвоенный модуль камер будет и корпус будет металлический, а не как здесь пластиковый. Но телефон недорогой, уверен, многим будет интересен M8 Lite и, соответственно, V8 тем, что он стоит всего 7500 рублей, когда на момент съемки обзора. Это февраль 2019 года. Дальше посмотрим, что за эти деньги мы получаем. Получаем мы телефон с достаточно большим, 5,7 дюймов, но всего лишь HD-экраном. Сам экран мне, конечно, тоже кажется не очень хорошим и основной, наверное, из-за обоев. Но я пробовал обои сменить, картинки разные смотреть. Он не то, что плохой, но для бюджетного устройства нормальный. Но все-таки, все-таки, все-таки 720 на 1440, это 282 пикселя на дюйм. Не так и густо, но в бюджетнике мы не ждем каких-то чудес. Поэтому по дисплею проехали. Ругать не буду, но и хвалить тоже не за что, в принципе. Сам телефон работает на процессоре Mediatek, всего лишь четырехъядерном и набирает 46 тысяч в Antutu. Если быть точным, то процессор MT6739, 4 ядра по полтора гигагерца тактого частота. Ребят, я даже не стал себя расстраивать, да и вас ставить сюда какие-то игры. Потому что понятно, что даже на минимальных настройках здесь все будет подтормаживать. В современном мире, ну куда такой процессор? С другой стороны, понятно, есть дешевые телефоны, но есть еще дешевле, понимаю. Но 75 тысяч за телефон с большим экраном на Android от компании все-таки именитой, Meizu, это недорого. Поэтому по процессору проехали. Знаем, что недорогой процессор игры не тянет. Максимум простые игрушечки без 3D, без графики и так далее. Сам телефон на оболочке Flame работает. Вот тут не отнимешь. Meizu, конечно, молодцы. Работает очень хорошо. Можно сравнить с телефоном вдвое, а то и втрое дороже. Приложение открывается быстро, ничего не подвисает, перелистываются экраны быстро, хорошо. И тут, конечно, Meizu молодцы. Буду честен, оболочка Flame мне никогда не нравилась, я никогда и не говорил, что она хорошая. Она, мне кажется, какая-то странная, какие-то шрифты непонятные, ну не непонятные, как-то, ну не буду ее ругать. Все, просто мне она не очень нравится. Но если мы посмотрим на телефоне, мы увидим, что у нас модель с индексом M8 Lite. Кстати, ребят, написано, вот оно, кстати, я обращал внимание и раньше. Meizu M8 Lite написано, хотя это Meizu V8. M816H, Flame 7.1 и версия Android 8.1. Все, что нам об этом нужно знать. В смартфоне две камеры, 13 Мп плюс 5 Мп, чудес никаких нет. Снимки, примеры вы видите на экране, плюс, если вам нужно, вы оригиналы, пожалуйста, посмотрите. Ссылка будет под этим видео. Смартфон способен записывать видео в качестве Full HD. Также чудес никаких нет. Оригиналы, опять же, доступны по ссылке под видео. Весит телефон 145 грамм, батарейка 3200 мАч, что немного. И телефон в режиме воспроизведения видео на максимальной яркости проработал всего 6,5 часов. Учитывая HD экран, это невысокий показатель. Но, скорее всего, средний. Чудес мы не ждем, поэтому с такой батареечкой телефон заряжать нужно будет однозначно каждый вечер. 3200 это немного. Еще, по внешнему виду добавлю все-таки. Хоть это и бюджетка, но, может, зря, конечно, и не хочется придираться. Но не отметить вам не могу, если вы сами еще не заметили. Рамочки большие и сверху, и снизу огромные, точнее. Но никакой моноброви здесь нет, если для вас это важно. Никаких вырезов, все на своем месте. Слот совмещенный, либо две сим-карты, либо карта памяти вместо второго. Больше про телефон мне добавить нечего. Это крайне бюджетная модель с пластиковым корпусом марки. Но, с другой стороны, он из рук не выскакивает, в руке лежит хорошо. Не знаю, ничего такого сильно плохого в нем нет. Сказать, что вау, ребят, не берите, отстой какой-то. Недорогой. Процесс, да, совсем слабенький. Но работает все шустренько, если вам нужен телефон, вообще без изысков, если вы хорошо относитесь к Meizu. Разъем для наушников, кстати, есть, играет нормально. Не так и плохо, ну и чуда не произошло. Разъем microUSB, динамик на боку один, динамик средненький. Больше мнений про телефон добавить нечего. Телефон за предоставленный образец, спасибо интернет-магазину QG.ru, он там продается, либо 3.32, либо 4.64, с гарантией, разумеется. Пусть и называется он V8, но это тоже самое V8 Lite. Если хотите купить, пользуйтесь, пожалуйста, ссылкой. Если кто-то пользуется таким телефоном, обязательно короткий отзыв свой напишите. Возможно, вы со мной не согласитесь, скажете, да ну зря, экран отличный, я там в игры играю. Иногда такие комментарии будут странные. Когда, коротко скажу, рассказываешь про что-то, явно, например, там процессор середнячок и говоришь, ну вот те же танки пойдут на минимальных настройках или на средних. И PUBG пойдет на средних, а то и тоже на плавных. И обязательно кто-нибудь вылазит и пишет. У меня на Ultra папка идет. А забавно-то то, что Ultra еще не поддерживается даже на флагманских процессорах Snapdragon. Вот что забавно. Я думаю, вы оценили весь юмор этой ситуации. Ладно, на этом у меня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо.